Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Путь» о православии, о нашей жизни. В студии автор и ведущая, журналист Белла Засецкая, в крещении «Меня зовут Мария». Наша первая в этом году программа выходит в преддверии Рождества Христова, и поэтому наша сегодняшняя предпраздничная встреча, как и полагается, немного неожиданная. К нам в Архангельск из Москвы приехал наместник Донского монастыря, векарь и святей шоп-триарха Кирилла, епископ Бронецкий Владыка Парамон. И сегодня Владыка у нас в гостях. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте, дорогая Мария! Здравствуйте, дорогие телезрители! Очень рад находиться на этой благословенной земле. Владыка, ну можно я вот сразу нашим телезрителям приоткрою небольшой секрет, что вы давно дружите и знакомы с нашим Владыкой Даниилом. И был период в вашей жизни, когда вы вместе несли послушание в Свято-Троицкой Лавре, в Свято-Троице-Серковой Лавре и на Сахалине. Вот как вам вспоминается это время? Расскажите, пожалуйста, нам очень интересно. Как каждому человеку, когда он бывает, скажем так, молод, полон сил. Вот поэтому это годы, как и моего становления монашеского, вот так и годы той жизни, когда я приобретал опыт приходской жизни на Сахалине. Поэтому эти годы вспоминаются очень и радостно, и очень благодарен Владыке Даниилу и Богу за то, что у меня была такая возможность вместе потрудиться с вашим правящим архиереем, как и в Лавре, вы назвали, так и на Сахалине. Вот это был такой достаточно серьезный жизненный урок, вот, причем положительный урок, я бы сказал, когда ты для себя открываешь очень многое, вот, и сам потихонечку растешь, вот, в плане понимания и своего служения, и задач, которые стоят сегодня перед церковью. Вот, время, конечно, вспоминается как самое лучшее, как годы молодости, вот, которые не прошли напрасно. Вот, все, что возможно было в то время получить из жизни, в смысле жизненного урока, было мне с очень большой любовью, заботой преподано Владыкой Даниилом. Поэтому я, честно, по жизни очень благодарен ему за такое отеческое и наставление, и жизненный урок. Ну, вот, можно так, наверное, отношения выразить, как монашеское братство. Существует такое вот? Ну, конечно, конечно. Я иной раз шучу, было такое в советское время, помните, известно, печать на каждом продукте, сделано в СССР. Вот, так и Троица Сергия Лавра, точнее, братья Троицы Сергия Лавра, она отличается от другого братства. Поэтому, когда встречается с тем, кто жил в Троице Сергии Лавре, ты понимаешь, что он выходец, даже не зная об этом заблаговременно, но во время общения ты понимаешь, что он выходец из Троицы Сергия Лавры. То есть есть некая такая, как духовная печать на всей той братье, которая возрастала в своей монашеской жизни у мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского. То есть она отличается от других. Но это может только распознать тот, кто жил в этом братстве. И, скажем так, воспринял тот дух, который есть Троица Сергия Лавра. Поэтому это не объяснить каким-то человеческим языком. Это чувствуется очень сильное сердце. Когда ты по-настоящему стараешься воспринять все те самые хорошие традиции монашеской жизни, которые были сохранены в Троице Сергии Лавре на протяжении столетий. И они сохраняются до сих пор. Братья Лавры — это братья... Особая не в том, что она как-то сильно выделяется, но по духу она исполняет те заветы, которые преподобный Сергий дал еще при жизни. И старается в своей жизни все эти заветы не только сохранять в уме, но еще воплощать в реальных делах. Ну вот я тоже так понимаю, что это все-таки семья. То есть это такой семейный духовный узы, если можно так выразиться. Можно я так назвать, да. Что вы выросли в большой церковной семье на Украине, и ваше детство там прошло, и ваши братья, вот я знаю, стали священнослужителями, а ваши сестры несут церковное послушание, и одна из них, матушка Серафима, тоже несет церковное послушание у нас в епархии. Если можно, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило ваше детство. Да, но у нас сестер немного, у нас только две сестры и восемь братьев. Вот, поэтому церковное послушание несет действительно только одна из наших сестер, это матушка Серафима. А вторая, она проживает там на родине, дома, вот она воспитала троих детей. А то, что касается нашей семьи, да, действительно, у нас семья большая, но семья христианская. Поэтому с детства родители прививали нам традиции церковные. И я считаю, и по настоящее время, что лучше церковных традиций, вот, осмысленных, которые действительно наполняют твою жизнь, сам ритм жизни, он немножко другой, отличается от церковных традиций. Поскольку у нас в государстве постоянно меняются, какие-то праздники добавляются, какие-то входят в небытие, это такой творческий, скажем так, процесс. Вот одни праздники приживаются, другие не приживаются. То, что касается церкви и церковных праздников, они на протяжении, можно сказать, тысячелетий не меняются. Это самые крепкие традиции, связанные не с какими-то мирскими событиями, а связаны с тем, что свято для тебя и свято для других. Поэтому наши родители нас воспитывали именно на церковных традициях, всю семью. И сами эти церковные традиции сохраняли в семье, сохраняли их без каких-то, скажем так, искажений. Вот, центром этих традиций, соответственно, было богослужение, это благодарность Богу в праздники, в воскресные дни, когда вся семья, она ходила в храм, воспитывалась в церковном духе, хотя и родители не были не священнослужителями, были обычными простыми прихожанами. Но для нас, для детей, это, конечно, значило очень многое, потому что когда видишь своих родителей, которых ты любишь, которые стараются для тебя сделать в жизни все самое лучшее, когда ты видишь, что для них свято, оно становится и для тебя святым. Не потому, что не было никаких сомнений в подростковом возрасте, которые мы все переживаем, когда происходит там у человека ломка, да, но через какое-то время ты понимаешь, насколько мудро родители, вот все эти сложные периоды в твоей жизни смогли сгладить, найти правильные слова, правильно тебя сориентировать, чтобы ты в первую очередь состоялся именно как человек. И чтобы для тебя то, что плохо было, плохим, а то, что хорошее, оно осталось хорошим, а то, что святое, святым. Вы же еще росли в советское время, то есть это было особое время, когда не совсем было просто, скажем, вопросы веры. Вы знаете, в разное время разные трудности. Сказать, что сегодня легко молодому человеку сориентироваться по жизни, наверное, я бы не сказал, что ему проще, еще сложнее. Сказать, что семьям в нынешнее время воспитывать своих детей легче, не думаю. Потому что в сегодняшнем, скажем так, информационном мире, в котором мы живем, оградить ребенка от современных гаджетов, компьютера и прочих вещей, которые сеют очень большой соблазн и в молодую душу. И где очень сложно проверить то, чем занимается ребенок, да, в отсутствии родителей, пока они находятся на работе. Раньше мы чем занимались? Мы играли с другими соседями. Это все было вживое. Немножко другое было время. Не было такого, что ты пришел домой, сел за компьютер там, или в телевизор утнулся, и все. На этом ты ограничил, скажем так, свою жизнь. Немножко было по-другому. Мои даже родители, я знаю, что в детстве папа всячески сопротивлялся тому, чтобы покупали даже телевизор. До тех пор, пока все не выросли. Вот когда выросли, когда он всех воспитал, тогда появился дома уже телевизор. Но уже все, скажем, те, кто в семье, все выросли, и все уже были, скажем так, воспитаны правильно. Поэтому подчас это очень влияет негативно на современные семьи. Есть даже такая, как-то в интернете смотрел, есть даже такая фотография, семейный вечер. Ты на этой фотографии, сидят родители вместе с детьми, и каждый смотрит в свой там телефон, там или компьютер, айпад, айфон. То есть нет общения семейного. Вот чем я дорожу по жизни, и чего желаю и нашим всем, не только православным, но и российским семьям, чтобы они общались больше между собой. Не по интернету, не по телефону, а вживую. Чтобы вот это вот тепло родительское, оно чувствовалось в семейном очаге, чтобы общение, скажем так, оно было очень доверительным и со стороны, скажем так, детей, и со стороны тех же самых родителей, чтобы дети могли услышать все то, чем живут их родители. И не только услышать, а и прочувствовать. Вот тогда семья будет более крепким. Потому что интернет мы знаем, там 10% информации хорошая, 99% нехорошая. И как молодому, еще неокрепшему ребенку сориентироваться в этом информационном пространстве, ну, крайне тяжело. Слишком много соблазна там. Вот. Ему же хочется все знать, ребенку. Он же любопытный и впитывает себя как губка. Если он напитается не тем, чем надо, ничего хорошего не будет. И такие примеры тоже были. И даже, скажем так, в наше время, когда была одна такая семья, где ребенку позволяли, даже не позволяли, а всячески его поощряли, что он говорил матами. Вот. И пришло время, когда родители поняли, что надо бы как-то отучать, потому что ребенок растет, а вот этот вот язык у него и остается, он еще больше преуспевает в этом. И когда ребенок вырос, то они очень сильно пожалели, что так его воспитывали. Из-за чего? Очень легко человека развратить. И очень тяжело человеку сохранить самому себя. И в особенности молодые годы. Поэтому для этого родители есть, чтобы научить своего ребенка тому, чтобы он хранил самого себя. Хранил для себя, для семьи, вот, для тех, кого он любит, и сохранил себя для Бога. Это крайне важно, чтобы такие ориентиры у него в жизни были. Поэтому надо просто родителям и детишкам больше общаться и меньше проводить времени в компьютере. Спасибо вам за такое наставление хорошее. Знаете, ну вот, сейчас мы, дорогие друзья, немного перейдем к исторической части нашего разговора общения. Наш гость Владыка Парамон является наместником старинного Донского монастыря, расположенного в самом центре города Москвы. Интересно отметить, что Донской монастырь почти ровесник нашему городу Архангельску. Основал его царь Федор Иванович в 1591 году. Это произошло спустя семь лет после основания города Архангельска. Посвящена обитель иконе Божией Матери Донской, которой преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия на Куликовскую битву. Именно тогда, в 1380 году и произошло знаменитое Мамаева побоище. Донской монастырь в некотором роде является символом воинской доблести. Ведь именно в честь победы русских воинов в 16 веке над татарскими полчищами и на месте этой победы была основана Донская обитель. Владыка, чем живет монастырь сегодня? Расскажите, пожалуйста. Монастырь, как жил и четыре столетия назад, чем жил четыре столетия назад, тем живет и сегодня. Любой монастырь с средоточенным, скажем так, сердцевиной монастырской жизни является молитва. Поэтому, прежде всего, монастырь живет молитвой. Вся жизнь монастырская строится вокруг богослужения. Поэтому у нас ежедневные богослужения, которые совершаются в монастыре, на которых присутствуют братья и возносят свои молитвы к Богу. Это прежде всего. Все остальное это то, что называется хозяйством. Хозяйство у нас достаточно, скажем так, большое, потому что монастырь один из самых крупных в городе Москве по территории. Старая территория, это где-то около семи гектар земли в центре города Москвы, окруженные старыми, построенные в XVIII веке, стенами, башнями. На территории монастыря располагается Некрополь, очень известный, самый крупный в России, из тех, который сохранился в городе Москве, который в советское время практически не пострадал. Поэтому все послушания братья направлены на то, чтобы этот памятник истории, культуры, его прежде всего сохранить и передать будущим поколениям. Поэтому все наши усилия тоже направлены на то, чтобы и храмы, и здания, и святыни, и культурные ценности, это памятники, надгробия, которые располагаются на Некрополе, все это сохранить. Ну, и, соответственно, что направлений в деятельности монастыря очень много. Есть воскресная школа, есть молодежный клуб. Кроме всего прочего, братья участвуют в разных просветительских, в том числе, проектах. Это и издательство, это и присутствие в средствах массовой информации, в том числе и в социальных сетях. так, я бы сказал, что жизнь монастыря, она такая, она очень многогранная. Вот. И каждый из братьев монастыря, братья не такая многочисленная, но никогда в Донском монастыре братья не было очень много. Это не так, как лавра, там, по 200-300 человек. У нас братья, она в самое, наверное, время такого большого расцвета, когда было больше всего, где-то около 70 человек было, это в 19-м веке. А так, это 40 где-то человек. У нас в настоящее время это где-то около 30, это вместе с теми, кто желает поступить в монастырь. Еще где-то три года назад было всего 10 человек, поэтому потихонечку, скажем так, растем. Но есть и свои специфика, поскольку монастырь находится в городской черте, раньше это была окраина города Москвы, а сейчас это практически центр. поэтому есть и своя специфика как монастыря городского, он не закрывается, он доступен для всех желающих, потому что очень много людей приходят не только, чтобы приложиться к святыне, а в том числе и чтобы посетить могилы известных наших деятелей дореволюционной России. Вот, как я уже сказал, Некрополь, один из самых крупных, где-то около двух с половиной тысяч захоронений сохранили старые памятники, поэтому она представляет такую культурную и историческую ценность как для города Москвы, так и для всей России. Вот, если кратко так о монастыре, но главное это, конечно, молитва. Вот, вокруг нее вся другая, скажем так, монастырская жизнь и строится вокруг молитвы. Скажите, пожалуйста, а вот главная ваша святыня, Донская икона Божьей Матери, она пребывает в Третьяковской галерее, вот насколько мне известно. Да, действительно, от Донской икона Божьей Матери, она пребывает в Третьяковской галерее, но она исторически никогда не находилась на территории Донского монастыря, еще самого основания, и традиция, которая появилась в середине 17 века, она была возрождена в 90-х годах, и уже более 20 лет, ежегодно на празднование Донской иконы Божьей Матери, из Третьяковской галереи, икона привозится в наш монастырь, несколько дней она находится в монастыре в дни празднования памяти Донской иконы Божьей Матери. Для нас, конечно, это событие очень важное, и мы, кто проживает, то есть братья монастыря, на себе реально ощущают не только величие и историческую, скажем так, ценность этой святыни, но и силу, которую Матерь Божия, силу благодати Божией, которая через эту икону, она, скажем так, доносится до сердец и верующих людей, и братьев монастыря. По-настоящему понимаешь, что когда готовишься, думаешь, что ты готовишь празднику, и ты что-то можешь там сделать, а на самом деле Матерь Божия и хранит, и помогает, вот, и укрепляет во всех тех наших действиях, которые направлены на служение нашей и обители, и тем людям, которые приходят. Поэтому особые переживания, конечно, перед этим образом испытываешь, когда она прибывает в монастыре, она находится не в музейной среде, а находится в родной, скажем так, стихии, и эта икона, перед которой молилось не одно поколение наших соотечественников, вот, и которая прибегала в самые трудные моменты нашей, скажем так, в истории нашего отечества, вот, она, конечно, отдает такой теплотой, вот, и такой силой, так подкрепляет, что сил хватает до следующего года, когда с Тепетом ожидаем очередное прибытие в стенобители икона Божьей Матери Донской. Но в самом монастыре есть список чудотворный, тоже очень почитаемый, он был видар революции, и в нынешнее время очень много народу к нему приходит. Это список XVI века, это икона, можно сказать, ровесницы нашего монастыря, потому что эта икона была написана для иконостаса Малого Донского Собора, поскольку Малый Донской Собор, как вы уже назвали, был основан в 591 году, то когда построили Большой Донской Собор, и был он освящен в 1698 году, то вот эта почитаемая икона, она была из Малого Собора перенесена в иконостас Большого Собора. И если брать, скажем так, исторически, то к оригиналу, к Донской, доступ всегда был ограничен. Сегодня он ограничен музейным пространством, а раньше эта икона находилась поначалу в Успенском Соборе Московского Кремля, а потом была перемещена в Домовую Церковь, в Благовещенский Собор Московского Кремля, это Домовая Церковь наших царей, соответственно, к ней попасть было невозможно, только те, кто имел туда доступ, имел возможность молиться. Поэтому прибегали к этому списку чудотворному в наш монастырь. Вот она находится с правой стороны от царских врат, является, можно сказать, нашей главной святыней Донского монастыря. Также в Большом Соборе располагаются мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Дорогие друзья, еще немного истории. Оказывается, Донской монастырь и Архангель связывают еще одна невидимая духовная нить. В Донском монастыре покоятся мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Ему довелось нести первосвятительское служение в тяжелые дни начала гонений на православную церковь. В 1917 году было восстановлено патриаршество после 200-летнего перерыва, и он был избран патриархом. В смутные годы советского режима патриарх оставался хранителем чистоты православной веры и личным примером вдохновлял людей на несение тяжелого креста. В свои последние годы жизни, вплоть до кончины, в 1925 году, патриарх Тихон провел в стенах Донской обители. Уже в наше время патриарх Тихон был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских, а в 2001 году по благословению святейшего патриарха Алексея II была написана и подарена икона святителя Тихона Архангелгородцем для будущего Михаила Архангельского кафедрального собора возводимого ныне. Так что вот, Владыка, мы связаны еще и этим святым молитвами его, наверное, тоже ваша обитель дорожит очень и почитание особое есть. Я так в шутку всегда говорю, хотя это, наверное, не шутка, а это то, что, скажем так, переживает сердце. Вот наша обитель находится под начальствованием двух патриархов. Одного святого, а другого живого. Вот святой это патриарх Тихон, а живой это святейший патриарх Кирилл. И то, что касается, конечно, святителя Тихона, это тоже одна из наших святынь, мощи святителя Тихона, который почивает в Большом Донском соборе. Вот перед ними ежедневно совершается братский молебен перед мощами. И мы каждый день берем у святителя Тихона благословение на день грядущий, на соответствующее, скажем так, наше действие. И, конечно, что его помощь, она всегда нами в монастыре, братьям монастыря, она очень сильно чувствуется. И не только братьям, но при монастыре есть еще такое, я бы сказал, братство светских людей, которые тоже приходят в монастырь для того, чтобы помолиться у этого великого угодника Божия. И мы являемся свидетелями исполнения очень многих прошений, с которыми люди приходят к этому великому святителю. Я очень рад за архангелогородцев, что уже с 2001 года они имеют тоже такую, можно сказать, святыню, которая была преподана святейшим патриархом покойным Алексеем для горожан, чтобы для тех людей, кто не имеет возможности прибыть к мощам святителя Тихона в город Москву, они имели возможность здесь к святителю обратиться и приложиться к частице святых мощей. Поэтому, конечно, для нас это очень большая ответственность понимание того, что ты во время своих принятия каких-то решений не один. У тебя всегда есть возможность обратиться к тому, кто не меньше печется о бибителе, чем ты. Поэтому чувствуем как помощь Матери Божией, так и молитвы святителя Тихона, что действительно особый покров имеют от этих святых, и приходящих, и живущих на территории нашего монастыря. Святитель Тихон в Донском монастыре прожил не так много, то есть три последних года своей жизни, когда он, его в 22-м году поместили в пристройки возле северных врат Тихвинских. Это арест ведь уже был, Да, это был арест, он находился под домашним арестом, там в настоящее время у нас функционирует мемориальная керия святителя Тихона, где он жил, вот, есть очень много воспоминаний о жизни святителя Тихона в Донском монастыре, в том числе и о том, как он занимался, скажем так, физкультурой. Вот, то, что у него здоровье было очень слабенькое, для того, чтобы поддерживать немножко свое здоровье, он выходил на гульбище возле Тихвинского храма и занимался физкультурой, поэтому, когда спрашивают, можно ли заниматься физкультурой, конечно, что мы всегда приводим пример святителя Тихона, который для того, чтобы свое здоровье поддерживать, чтобы можно было совершать свое служение, тоже занимался физкультурой, И прогуливаясь по этому гульбищу, поскольку ему было запрещено общаться с людьми, но люди все равно собирались, зная, что он там проживает, люди собирались с наружной стороны от этих врат, он подходил и молча благословлял их сверху, с этого гульбища. И тоже воспоминания тех людей, которые приходили, и для них было очень важно хотя бы видеть этого действительно угодника Божия, который претерпел такие гонения и такие притеснения своей жизни, скажем так, незаслуженно, но при этом не был ни на кого озлоблен, сохранял веру, сохранял любовь к своему народу, любовь к своему отечеству, хотя ему предлагали, чтобы он уехал из страны, он не покинул свою страну, даже в годы, которые, скажем так, грозили ему вплоть до смертного приговора. Он все это претерпел, и удивляюсь, насколько было, скажем так, в этом очень кротком человеке, сколько было силы духа. Вот нам бы в нынешнее время тоже не потерять эту силу духа, имея такие примеры перед своими глазами, любить также беззаветно свое отечество, свою родину, свою и малую родину, где мы проживаем. Это крайне важно, в особенности во времена испытаний. Знаете, после вашего рассказа для нас, я думаю, что Донской монастырь стал вот как-то ближе гораздо и понятнее. Вот это удивительная обитель в центре Москвы. Я думаю, что будет возможность, обязательно будем там бывать. Будем рады всех принять в обители. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Иноческое служение, насколько я понимаю, предполагает отказ от мирской суеты. А вот архиерейское служение, на которое вы недавно сравнительно вступили, оно, в общем-то, обращает вас вновь, наверное, к таким многочисленным заботам, которые, вот как вы видите, можно соединить в монашеской жизни. И вот делитесь, пожалуйста. Вы знаете, в монашеской и в церковной жизни есть одна замечательная добродетель, которая называется послушанием. Поэтому, когда человек уходит в монастырь, он отказывается от своей воли. Если ты перестаёшь жить по своей воле, стараясь жить по воле Божией, то тогда всё то, что с тобой происходит, ты воспринимаешь немножко по-другому. То есть только один раз ты выбираешь, когда отказываешься, проявляешь свою волю. А всё остальное, когда ты видишь, что через других людей воля Божия на тебе совершается, ты это принимаешь с благодарностью. Может быть, это и нелегко, но ты принимаешь это с благодарностью и с послушанием. И надеясь больше не на себя, а надеясь на то, что если Господь тебе дал этот крест, то Он тебе даст и силы его нести. Потому что любое послушание церкви, оно очень тяжёлое. Если ты не понимаешь, для чего ты ушёл от мирской жизни, от светской жизни. И с другой стороны, если ты понимаешь, для чего ты ушёл, и ты ушёл не от того, что ты бежал от самого себя, от людей или ещё чего-то, а ты бежишь в монастырь для того, чтобы в общине вместе самое главное для тебя становится – бежать от греха. Поэтому, как я уже сказал, когда ты понимаешь, что ты в монастырь пришёл совершать не свою волю, ты принимаешь волю о тебе через других людей. Будь где-то в монастыре там игумен, в церкви – это первосвятитель, наш патриарх. Поэтому, конечно, с одной стороны, это может быть и очень тяжёлое и ответственное послушание. С другой стороны, не надеюсь я на себя, на свой ум. Я понимаю, что наш ум, он такой очень ограниченный. Но Господь посылает и помощников, посылает тебе и людей, которые знают больше тебя. Главное, чтобы ты не утратил свойства, когда ты думаешь, что ты всё знаешь, ты всё решаешь, ты самый-самый правильный. Это когда от гордыня, скажем так, раздувает. А когда ты всегда у других людей учишься, когда ты наблюдаешь, когда ты у Бога просишь помощь, и ты ощущаешь, как тебе Господь в твои моменты каких-то жизненных твоих испытаний, Он тебе помогает реально. Поэтому то, что касается меня, не ища своего, несу крест тот, который Господь определил не по моей воле. И надеюсь, что Господь и в этом послушании мне поможет. А так, я уже сказал, что любое церковное послушание, оно всегда сопряжено с трудностями. Как любое доброе дело. Вот плохое дело, даже есть такое выражение, говорит, плёвые. Что плюнуть, что плохое сделать? Никакого труда не составляет. А попробуйте сделать доброе дело. Оно поэтому и добрым называется, что дорого стоит и ценится совершенно по-другому. Из-за того, что ты укладываешь в то, что ты делаешь, ты укладываешь и душу, и сердце. Ты стараешься, даже если у тебя что-то не выходит, не получается, оно не очень совершенное, но, по крайней мере, доброе намерение Господь, даже доброе намерение Господь целует. Так, в завершении нашей программы, я хочу вас попросить обратиться к нашим архангелогородцам, чтобы наставить нас... Дорогие телезрители, дорогие архангелогородцы, я от души всех вас поздравляю с наступающим праздником Рождества Христова. И всем вам желаю, чтобы Господь в новом наступившем году вам даровал и силы духа, здоровья, крепости, чтобы все те жизненные трудности, которые вам встретятся, вы мужественно их преодолели. Вот, чтобы нашлось у вас твердости, вот, сохранить твердости духа, сохранить самих себя. Для Отечества, для Родины и для города, для ваших всех близких, родных. Чтобы Господь всех вас сохранил на многие благие и благословенные годы жизни. Я благодарю вас, дорогой Владыка, за участие в нашей программе. Спасибо. И, дорогие друзья, не случайно церковь сравнивают с кораблем. Наша земная странствующая церковь – корабль, который преодолевает бушующее море полной опасности. Поэтому кораблю нужны опытные и надежные капитаны и лоцманы, наши батюшки и владыки. А мы, в свою очередь, должны стараться быть той слаженной командой корабля, которая не подойдет. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok